МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полин, ну сколько можно копаться? Нам пора начинать. Денис, не торопи меня. Сколько на часах? Восемь утра, милая. Восемь утра. Доброе утро, мои хорошие. Это телеканал ОТВ, программа про утро. Наливаем крепкий кофе, смотрим нашу программу. Я надеюсь, ваш сегодняшний день будет таким же веселым и насыщенным, как наша программа. Просыпайтесь, будет интересно. Будет интереснее еще, если ты не будешь опаздывать на работу. Это не потому, что я медлительная, Денис. Да, а почему? А потому, что сегодня Всемирный день черепахи. Что вы говорите? А вчера тоже был Всемирный день черепахи? Нет, вчера это было вчера. А сегодня Всемирный день черепахи. Ладно, не будем о плохом. Итак, Полина нам сейчас расскажет о тех знаменательных событиях и праздниках, которые произошли именно сегодня, 23 мая. Да. Я подготовила для наших зрителей интересную подборку событий на сегодня. Послушаем. В Азербайджане сегодня чествуют работников Министерства экологии и природных ресурсов. О, как. А в Канаде сегодня День Виктории. Его очередили в день рождения английской королевы Виктории. А то я думал, День Победы у них в Канаде сегодня, День Виктории. Вот. Денис, а на Ямайке сегодня День Труда. Что странно, мне кажется, коренные ямайцы вообще в принципе не любят работать с учетом их жаркого климата. Мне кажется, это как-то не располагает. Да, я не был на Ямайке, поэтому наговаривать на ямайцев не буду. Может, они очень трудолюбивые люди, я не знаю. А в Абхазии сегодня День Святого Апостола Симона Канонита. А вот это, кстати, очень интересный праздник. Кстати, Полин, ты знаешь, что Симон Канонит был один из 12 апостолов Иисуса Христа? А ты знаешь, знаю. Вот. И проповедовал он именно в Абхазии. Поэтому в Абхазии его очень почитают. И там захоронены его мощи на горе Новый Афон. А я там была, как и тысячи верующих нашей страны. В 9-10 веке даже на месте захоронения воздвигли храм. Да. Ты знаешь, я тоже там был, правда, в детстве. Давно очень не был. Но вот в детстве я помню, что этот храм находится на вершине горы Новый Афон. И некоторые верующие поднимаются с самого низа наверх в этот храм на коленях. Да, серьезно. Туда и на ногах-то не так просто подняться на коленях. Да, люди на коленях. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим нашу постоянную рубрику про отдых. И продолжим нашу программу. Абхазия, Абхазия, как говорится. Но в Подмосковье официально стартовал туристический сезон. И ничем не хуже, чем в Абхазии. Согласен. Да. Правда, до ощутимого лета, мне кажется, еще далеко. Ну, погода вообще вещь непредсказуемая. Поэтому ориентироваться на нее мы не будем. Лето у нас и так короткое. И пусть она нас пока еще не радует и не балует. Зато нас радует и балует руководители учреждений культуры и парковой инфраструктуры Подмосковья. Они подготовили колоссальное количество самых разнообразных мероприятий. Это и фестивали, и конкурсы, и мероприятия, связанные с культурой, связанные со спортом. Так что скучно нам точно не будет. Да, лето будет жарким. Кстати, я на одном таком мероприятии была в городе Истровск. На территории аутлета «Новая Рига» прошел фестиваль туристического потенциала региона. И 12 округов представили своих участников. Мастер-классы, дегустация. Было так весело. А барабанщики из кубинки зажгли просто... Ну, это было что-то. На импровизированной сцене. Я вот жалею, что не побывал, к сожалению, на этом мероприятии. Но лето большое, как говорится. Мероприятий будет много. Еще успею побывать. Ну, а у нас для вас есть сюжет об открытии туристического сезона. Кубинские барабанщики в считанные секунды разогнали тучи. Хотя капризы погоды в этот день настроение никому не испортили. Гости веселились от души на открытии летнего туристического сезона. И сегодня мы в составе областной команды представляем Одинцовский городской округ. Представляем наших мастериц с мастер-классами, прекрасную фотозону. Фотозону по достоинству оценили участники фестиваля. С удовольствием позировали в окружении живых цветов. Кстати, все они выращены на территории Одинцовского округа. Мы очень хорошо подготовились. Много вырастили цветов в этом году, много вырастили овощной рассады. Вообще любим этим заниматься и работаем практически в фраглосучном режиме. Любовь Погончикова «Цветочная фея», как ее часто называют друзья, рассказывала гостям фестиваля об особенностях выращивания тех или иных растений. Каждый цветок предназначен для каждой зоны тоже. Теневая, солнечная. Теневая. Теневая, но есть бегонии, лобелии. А какие это? Вот лобелии. Бегоний здесь нету, герань можно посадить. На солнечную любят петонья, солнце. Вице-губернатор Московской области Ирина Коклюгина взяла советы садовода на заметку и отправилась дальше. Фермеры и предприниматели региона представили свою лучшую продукцию. Мед из Волоколамска, мороженое, солнечногорское украшение, сергиево посада, творожные лебеди из Одинцова, деликатесы и натуральные продукты для самых изысканных гурманов. Здесь собрались порядка десяти муниципалитетов разных округов нашего Подмосковья. Здесь представлены бизнес, фермеры, а также представители народных промыслов. Одинцовский округ был представлен сразу на нескольких площадках. Мастер-классы, продуктовая ярмарка и цветочная фотозона. Особый фурор у зрителей вызвало выступление кубинских барабанщиков. А вечером для жителей гостей Одинцовского округа состоялось шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты». Спектакль подготовила олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта Татьяна Навка. И двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев при поддержке Министерства культуры Московской области. Экспериментальный проект. Это единственное шоу на роликовых коньках в России. Насколько я знаю, что я других не знаю. Это единственное. Я думаю, что, наверное, как-то дальше это будет развиваться. Шоу «Бременские музыканты» стало своего рода продолжением ледовых шоу, которые больше месяца проходили на катках, в парках и центральных площадях городов региона минувшей зимой. В мае шоу пройдет на открытых площадках 22 городских округов Подмосковья. Не знаю, как тебе, Полина, мне очень понравилось шоу Татьяны Навки «Бременские музыканты». Кстати, это шоу-программа пройдет аж на 22 площадках Подмосковья. Жители Одинцова уже посмотрели это шоу с удовольствием, кстати. Так жалко, что я не попала с детьми, очень жалею. Но у тебя будет возможность еще посмотреть это шоу, потому что, еще раз повторяю, на 22 площадках Подмосковья будет оно проходить. Вот, например, 28 мая будет в Чехове и Подольске. 29 в Домодедово и Видном. Ну а всю информацию можно получить на портале mosreg.ru Доброе утро, меня зовут Виктория Штельхан. Это рубрика про гороскоп, посмотрим, что вам порекомендуют на сегодня карты. Увны, для вас рекомендация на сегодня – это Аркан Луна. 18-й Старший Аркан, который рекомендует концентрироваться на собственных эмоциях, интуиции и предчувствии. Возможно, сегодня внутренний голос даст вам больше рекомендаций, чем ваше рациональное знание. Конечно же, вы можете все знать наперед, но порой мы чувствуем намного больше, чем знаем. И сегодня тот самый день. Кроме того, уделите внимание себе. Либо проведите буквально несколько минут или парочку часов наедине с самим собой. Это будет сегодня очень полезно. Тельцы. Аркан для вас на сегодня – это Паш Пентакли. И эта карта рекомендует быть внимательным к тем предложениям и возможностям, которые будут вам сегодня даваться. Паш Пентакли – это также тот Аркан, который направляет нас на верный путь. Иногда нам нужно двигаться не только по плану, но еще и обращать внимание на то, куда нас ведет мир. Какие подсказки он нам дает. Будьте внимательны. Сегодня вам будет даваться много знаков. Близнецы. Аркан для вас на сегодня – это Шестерка Жезлов. И этот Аркан заряжает мотивацией, буквально говорит, двигайся вперед. Поэтому рекомендация вам на день. Будьте уверены в себе. Держитесь уверенно. Будьте образцом для других. Иногда стоит себя порой показать уверенным, даже если вы себя таковым не чувствуете. И это уже приведет вас к хорошим результатам. Верьте в себя и чувствуйте поддержку. Раки. Аркан для вас на сегодня – это повешенный 12-старший Аркан, который рекомендует смотреть на ситуацию со всех возможных сторон. Иногда есть смысл увидеть какие-то события с другой стороны, не так, как вы привыкли. Этот Аркан буквально показывает зеркало. А что, если посмотреть с иной стороны? Может быть, этого мы раньше не замечали. Именно сегодня вы можете увидеть какие-то обстоятельства с другой перспективы. И также повешенный рекомендует много чего осмысливать, осознавать, потратить время на анализ, на переоценку и осознание каких-то вещей, а уже после этого действовать. Львы, рекомендация для вас на сегодня – это двойка Пентаклей, которая рекомендует делать все взвешенно, рационально, обдуманно. И опираться больше все-таки на полезность, выгоду и результат. Не просто на какие-то чувства, ощущения, интуицию, на какие-то эмоции, а больше все-таки полагаться на выгоду и полезность. Делать все размеренно, расчетливо и учитывать выгоду не только для себя, но и в том числе для других людей. Девы, рекомендация для вас – это Королева Кубков. Прекрасный аркан, который напоминает о том, что важно вкладывать внимание не только в свою работу, в свою семью и в какие-то важные для вас ежедневные заботы, но в том числе и в себя. Важно порой все-таки дать себе то самое время, которое мы посвящаем любимому себе, позволить себе получать удовольствие, позволить себе маленькие радости. Вспомните, что может вас порадовать и позвольте себе сегодня это. Весы. Рекомендация для вас сегодня с картой «Четверка мечей». И это карта паузы, отдыха, восстановления. Некуда торопиться, вы все, что могли, уже сделали. Порой не нужно ничего делать, нужно просто подождать. Сегодня такой день. А также «Четверка мечей» рекомендует фильтровать ненужные новости, мысли, размышления. Постарайтесь действительно навести порядок в своей голове. Это освободит очень много энергии на важные задачи. Скорпионы. Рекомендация для вас. Это шестой аркан «Влюбленные», который в первую очередь рекомендует делать акцент на отношения, гармоничные отношения и качественные отношения, поиск компромиссов, договоры, поиск выгодных решений для всех сторон. А также «Влюбленные» рекомендует наводить баланс и внутри себя, то есть успокоиться, выровняться, не быть и не жить на контрастах, а все-таки прийти к какой-то золотой середине, которая будет для вас оптимальна. «Влюбленные» — это карта возможностей, но они возможны только тогда, когда мы в балансе. «Стрельцы». Рекомендация для вас. Это карта «Дьявол», пятнадцатый старший аркан, который всегда как будто напоминает нам, что вся энергия внутри нас. Да, снаружи тоже очень много событий и много возможностей, но внутри вас тоже есть огонь. Вспомните его и не держите себя, а наоборот, позвольте ему полыхать и давать вам результаты. «Казироги», для вас рекомендация — это туз кубков, который рекомендует любить. Ну, правда, это аркан любви, аркан чувств, эмоций, аркан, который заставляет нас задуматься о том, а что же для нас действительно важно. Действительно важен этот результат. Действительно ли мы хотим прийти к какой-то цели всеми силами? Порой процесс важнее цели. Вот насладиться процессом, получить удовольствие, чувствовать и при этом сопереживать другим — это так может быть сегодня важно. Водолея, аркан для вас — это верховная жрица, которая все-таки напоминает, что силы есть не только снаружи, не только в нашем знании, не только в нашем опыте, но и в наших чувствах и интуиции. Прислушиваться к внутреннему голосу, быть внимательным и проницательным в течение дня — это то, что будет для вас полезно. Также прислушиваться к каким-то знаком, наблюдать за какими-то подсказками мира, которые могут даваться из различных источников. Будь то вы читаете какую-то книгу и что-то осознаете, или вы с кем-то общаетесь. Внимательный к знаком. Рыбы. Рекомендация для вас сегодня у нас с картой шут, и это нулевой старший аркан, который показывает собой легкость, естественность, текучесть, способность отпускать какие-то процессы на самотек, позволять каким-то событиям просто быть, не пытаться все в этой жизни проконтролировать. Отпустите на самотек, снимите напряжение, и вы увидите, как легко можно добиваться своих целей. И кроме того, шут рекомендует позволить себе немножко побыть ребенком и порадовать своего внутреннего ребенка. Прекрасного дня и до встречи. Ну что, мои хорошие, мы продолжаем. Для тех, кто к нам присоединился только что, я сообщаю, что это канал ОТВ, программа про утро. Ну и с добрым утром вас, конечно же. У нас сегодня в студии очень необычные гости. Необычные, в первую очередь, потому что они совсем молодые. Юные, я бы даже сказал. Но они пришли не одни, а вместе со своим наставником. А все вместе они детский танцевальный коллектив «Красная звезда». Привет, ребята. Здравствуйте. Так, Мария Сафонова, да, хореограф коллектива. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Ну, представьте своих нам воспитанников, такие очаровательные ребята, замечательные. Это наши ученики. Настя. Настя. Почти выпускница уже, взрослая из старшей группы. Вера из младшей группы, Никита из средней группы, Елена тоже из средней группы. Ну, замечательно. И это все представители разных групп ваших танцевального коллектива. Разных. У нас пять танцевальных групп. У нас дети от трех до шестнадцати лет. Мария, недавно, 19 мая, вашему коллективу исполнилось 30 лет. Это, конечно, очень солидный возраст. Расскажите немножко о себе, о вашем вот таком, получается, детище. Мы создавались давным-давно при ансамбле песни и пляски «Красная звезда». Создавала нашу студию балетмейстер нашего ансамбля, заслуженный артистка России Ященко Марина Борисовна. Она и сейчас является бессменным руководителем нашей студии. Сейчас мы уже давно являемся отдельной единицей. У нас большая студия, много детей. Мы ездим на фестивали, конкурсы. У нас большой, огромный, дружный коллектив. А сколько всего детей у вас занимается? На данный момент около ста, ста двадцати приблизительно. Ничего себе. Это очень, очень, очень много, да. Слушайте, ну 30 лет – это много для детского танцевального коллектива, да. Это уже прям целая жизнь и целые поколения, я бы даже сказал, воспитанников. Вот расскажите, много детей вообще остаются в профессии, скажем так, в танцевальной профессии, занимаются танцами, посвящают этому свою жизнь? Может быть, кто-то возвращается к вам в коллектив уже в качестве педагога или хореографа? А может быть, кто-то работает в каких-то других коллективах? Звезды, может быть, уже даже есть? Расскажите нам об этом. Конечно, у нас есть свои маленькие звездочки. Наши выпускники поступают в Московский городской педагогический институт, в Институт культуры, в колледж при Институте культуры, в студию народного танца Игоря Моисеева, в студию Пятницкой. То есть у нас достаточно большой, объемный вот в этом плане опыт, и выпускники приходят к нам с просьбой порой пройти практику у нас из Института, поставить какие-то номера. Мы с удовольствием их всегда приглашаем, ждем. И очень интересно, что уже даже наши выпускники приводят к нам своих детей. У нас прям поколение. Вот, я же говорю, что это поколение. А вообще, ну, вот так вот, ну, скажем так, в процентном соотношении, мне просто вот интересно. Многие ребята вообще, ну, посвящают хореографии свою жизнь? Или все-таки не очень? Нет, сейчас такая тенденция, что немного, но... Больше все-таки в бизнес уходит, да? Да, как-то, наверное, так. Но есть такие, у которых горит глаз, и видно прям с самого начала, когда он пришел, ребенок, все понятно, дальше только вперед и только вперед. Вам, как опытному педагогу, это должно быть видно. А ошибаетесь нечасто? Нет, мы сразу видим, и родители понимают, мы настраиваем, наставляем. Глаз наметанный, да? Мария, скажите, а какой, насколько жесткие критерии отбора детей в вашу студию? Что нужно, чтобы попасть? Мы не делаем как таковой отбор. У нас все в процессе. Дети смотрят, учатся. А кто-то сам понимает, что что-то не так. Но, как правило, если к нам приходят, они с нами остаются до конца. Ребята, а вам-то интересно заниматься танцами, да? Конечно. Но вот вы, вот вы вчетвером, да, вот как представитель театральной студии, вы хотите свою жизнь в дальнейшем посвятить хореографии, танцам? Или вы вообще об этом еще пока не думаете? Просто вот сейчас интересно, сейчас занимаюсь. Давай, говори. Вот я бы посвятила свою жизнь тому, чтобы стать балериной. Прямо классической балериной. В Большом театре, чтобы, да, выступать? Ну, как пример. Как пример, да? Может быть, и куда-нибудь, да? Может быть, и не в Большом театре. С мировыми гастролями куда-нибудь поехать, да, в перспективе? Чтобы весь мир от тебя знал, как о русской балерине. Есть такие планы? Ну, нет. Весь мир я бы не хотела. Не хотела, да? Скромно это, да? Нам вот это вот не надо, да? У нас в стране в своей, да, есть свои кумиры? Да. Лучше, чтобы, лучше, чтобы какая-нибудь одна страна. Вот, например, Россия. Например, да. И все, и хорошо. Ну, а вы? Вот ты. Лена. Как тебя Никита, да? Ой, да? Как зовут? Никита. 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 Ну, да. Ты Никита, другие девочки. Ты как подумаешь о том, чтобы в дальнейшем, в перспективе стать каким-нибудь известным танцором? Я бы хотела стать известным танцором. Скажи мне, а вот мне интересный вопрос к тебе такой. Вот в моем детстве, знаешь, как было, вот если мальчик занимается танцами, ну, это как-то непрестижно. Надо, чтобы мальчик каким-то спортом занимался. Хоккеем, футболом. У тебя нету по этому поводу никаких, может быть, каких-то предубеждений? Предубеждений, да. И у твоих друзей никто тебе там не говорит, ну, что ты танцами занимаешься, девчачье дело, нет? Нет такого? Не в танцах нормально. Ну, тебе нормально, да. А ребята, твои друзья, они поддерживают тебя в твоих начинаниях? Да, конечно. Ну, это здорово. У нас другое время, Денис. Ты же, нет, я считаю, что в мое время было, ну, это неправильно, потому что я считаю, что мальчики. Конечно, это замечательно. У нас есть пример, у нас есть педагоги-мужчины, поэтому это большой пример для мальчишек. Да, конечно. Лена, балериной хочешь стать или, может быть, хочешь, не знаю, себя посвящить народным танцам? Не знаю, я пока думаю. Думаешь, да? Думаешь. Ну, хорошо. А, кстати, да, ну и Настя пусть, да, тоже скажет. Ну, вообще я не планировала дальше связывать свою жизнь с танцами, но я хотела бы посещать какие-то мастер-классы, потому что все-таки столько лет я отдала танцам, и просто так заканчивать их не хочется. Скажи, а как-то в жизни тебе это помогает? Да. Ну, может быть, там, на дискотехах, я не знаю, там. Да. Для девочек это прям вообще отлично. Для девочки, когда танцуют, это так здорово, это очень круто. Это я вам говорю, как мальчик. Скажите. Старенький. Спасибо, Полина Николаевна. Скажите, Мария, Мария, а вот направление в танцах у вас в коллективе какое в основном? Это народные танцы или современные хореографии, или какая-то классическая хореография? Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Вот расскажите нам поподробнее. Ну, сейчас мы больше уделяем внимание эстрадному танцу, современному танцу, но обязательно в нашей программе это классический танец, элементы народного танца. У маленьких детей это партерная гимнастика, акробатикой мы занимаемся, то есть у нас выстроено так занятие, что все виды танца, но основа это современные эстрадные танцы сейчас. Ну, это здорово, очень здорово, потому что вообще вот такие коллективы, да, академические там ансамбли, в которых есть хореографические цеха, назовем это так, да, они в основном как бы, ну, представляют такие народные танцы, да, русские народные танцы, в принципе, в основном, да, направление такое. Поскольку вы вышли из ансамбля большого, я поэтому и поинтересовался. Ну, это очень здорово, что разностороннее вот такое вот, как бы, преподавание происходит в ансамбле. Мне кажется, детям это очень, очень интересно должно быть. Вот у меня дочка тоже занимается танцами, и она вот занималась бальными танцами, и вот сейчас она как раз на таком, переломном таком моменте, она как раз хочет всем заниматься. И такими танцами, и такими, и такими, когда вот какое-то одно направление, это не очень, мне кажется, детям интересно, детям нужно разнообразие. Вы как-то направляете, да, детей, то есть видите, раскрываете какие-то в них таланты и понимаете, что здесь лучше классический танец, здесь лучше эстрадный, здесь как-то то есть вы их, так скажем, распределяете. Ну, без классического танца вообще никуда, это основа основ, поэтому, конечно, мы занимаемся всем, но если в определенном танце требуются акробатические элементы, мы больше уделяем внимание акробатике. Где-то нужно, наоборот, сцены движения, мы театральными какими-то там тоже этюдами занимаемся, то есть стараемся так, чтобы была целая картинка красивая. Ну, вообще современная хореография – это прям театр самый настоящий, мне кажется, что это вот прям такой вид искусства, где должны быть у детей развиты не только действительно какие-то хореографические навыки, но и актерские тоже, это очень здорово. Есть у вас, да, такое направление? Мы сейчас очень много приглашаем постановщиков, именитых постановщиков. У нас один из наших вот больших друзей, постановщик Сергей Смирнов, у него четыре золотые маски, это театр «Эксцентрик балет» Екатеринбург, и он нам ставит очень хорошие номера, мы приглашаем его, также молодых специалистов приглашаем, которые сейчас такие, ну, скажем, медийные есть у нас постановщики, и детям очень нравится с ними работать. Вот на среднюю группу поставил интересный очень номер, вот у нас друг наш Иван Сачков, и на старших вот тоже и он, и еще Алексей Рукинов, ну, такие очень именитые постановщики в современном танце. Мария, вот, кстати, о золотых масках, если мы заговорили, а у коллектива есть награды какие-то, какие-то звания, я не знаю, вы вообще в конкурсах, я знаю, участвуете, да, есть победы какие-то, чем можно гордиться, расскажите нам. Чем можно похвастаться, да. Да, похвастаться, расскажите нам. Побед у нас очень много, мы много ездим, каждый конкурс, конечно, это для нас волнение, работа, мы готовимся к каждому конкурсу отдельно. У нас вот буквально воскресенье прошел конкурс, где мы завоевали и первые места, и гран-при, вот у Веры, у нее был дебют, первый раз их группа участвовала в конкурсе. Вера, мы тебя поздравляем. Мы заняли второе место. Молодцы. Вот Никита, Лена первое место, а старшая группа у нас очень часто завоевывает гран-при, возможно, благодаря вот таким вот хорошим постановкам, которые у нас есть, потому что жюри оценивают. И талантливым детям. Детям, педагогам и постановкам. Ну, конечно, естественно, коллективная заслуга. В творчестве так всегда бывает, заслуга одного человека не может быть, это всегда работа коллектива. Мария, я еще хотела вот о чем вас спросить. Насколько сильная нагрузка у детей? Успевают ли они учиться? Устают ли? Основная масса нагрузки наверняка приходится перед соревнованиями. Как мама двух детей, она ее всегда интересует о загруженности ее собственных детей? Ну, конечно, успевают и учиться, и посещают еще какие-то дополнительные занятия. Мы занимаемся три раза в неделю, но когда у нас конкурсы, концерты, у нас дополнительные занятия, дополнительные репетиции. Суббота, воскресенье у нас всегда какие-то концертные деятельности. Успевают учиться. У нас в основном все дети хорошисты, отличники. Очень мало тех, кто подтягивает какие-то предметы, они все стремятся к нам, и поэтому приходится делать быстро уроки, где-то в перерывах между репетициями, где-то дома, но все все успевают. Мария, скажите, пожалуйста, прошел юбилей, 30 лет, да, мы с этого начали. Как отпраздновали? Отпраздновали очень широко. У нас было очень много гостей и администрация города Одинцова, и наши друзья, заслуженные артисты, народные артисты. У нас все настолько... Интересный концерт был зрителям, очень понравилось, и на следующий день у нас была увлекательная дискотека для всех наших участников. Даже для самых маленьких? Конечно, без этого никуда. На самом деле, я спросил, это такой был вопрос с подбохом, мы же подглядели, как вы праздновали юбилей. Да, давайте посмотрим. И у нас есть на эту тему сюжет. Давайте посмотрим, я думаю, что нашим зрителям будет интересно, и возвращаемся в студию, продолжаем общение. Эти яркие, веселые малыши с заводным танцем пока только начинающие актеры. Не исключено, что некоторые из них станут настоящими профессионалами, ведь они занимаются в красной звезде. Это не просто танцевальная студия, а настоящая история. Причем не только нашего округа, но и всего Подмосковья. Сегодня она отмечает свое 30-летие. Сфера культуры Одинцовского округа гордится дружбой и творческими проектами, совместными с этим старейшим коллективом под руководством Марины Борисовны Ященко. Мы желаем роста, процветания, дальнейших побед коллективу на конкурсах и фестивалях. 30 лет, как один день. В далеком 93-м по инициативе маршала Советского Союза Игоря Дмитриевича Сергеева был организован детский танцевальный коллектив. Почти все эти годы его бессменным руководителем был Анатолий Бажалкин. Говорит, за детей до сих пор всегда особенное волнение. Когда выступают дети, я волнуюсь вдвойне, потому что они мои дети, как родные, потому что это все создавалось на моих глазах, все рождалось. Приходили дети, которые не знали вообще, что такое искусство. Такой в возрасте трех лет пришла сюда и Ксения Антонова. Сегодня она уже сольная певица, но на этой сцене волнуется, как в первый раз. Эмоции зашкаливают, ведь отсюда все и начиналось. Было очень много прекрасных моментов, и «Красная звезда» для меня это не просто было занятие. Это как вторая семья. Я не могу говорить. Родители не перестают благодарить бессменного художественного руководителя коллектива Марину Борисовну Ященко и всех педагогов за их каждодневный труд. Десять лет назад я сказал, что спасибо будут говорить вам поколение танцоров за то, что научили жить, не проживать, а быть актером здесь, в «Красной звезде». Сегодня «Красная звезда» – это более трехсот юных танцоров, сотни постановок, выступления и победы по всей стране и не только. Многие бывшие выпускники уже приводят к Марине Борисовне своих детей. И это доверие – самое главное доказательство успеха. Я очень-очень надеюсь, что через 10, 15, 20 лет вот эти вот детишки тоже придут и тоже скажут слова благодарности нам, педагогам, руководителям этой детской танцевальной студии. Ну что, замечательный юбилей. Весело, как говорится, и очень ярко отметили, как и должно быть в творческом коллективе. Ну, я вот, у нас ребята загрустили немножко, заскучали. Может, кто-нибудь что-нибудь там продемонстрирует, какие-то свои навыки? Вот, давай. Давай, Верочка. Что ты, может быть, на шпагат прям сядешь здесь, а? Да. Ну, покажи нам. А на какую? А на любую. А на какую? На какую тебе больше хочется. На какую тебе хочется больше на такую садить. Вот это да. Ой, ой. Ну, это заслуживает аплодисмента. Красота. Ну, тебе помочь? Нет. Ну, ты молодец, супер. Мария, какие перспективы есть сейчас у коллектива? К чему-нибудь, может, готовитесь? Какие-нибудь новые программы? Какие цели и задачи? Какие цели и задачи ставите? Где вообще можно посмотреть? Есть ли отчетные концерты? Вот мне, например, как зрителю хотелось бы, например, прийти и посмотреть просто вот в качестве концерта. Есть у вас такие? В таком формате вы выступаете? Конечно, у нас каждый год два отчетных концерта. Один в декабре мы проводим зимний концерт, и в мае проводим уже отчетный концерт годовой. Можно всегда прийти на наши концерты. Мы приглашаем всех, и бабушек, и дедушек, и мамы, папы, и просто зрителей. К нам приходят, смотрят. Кто-то хочет у нас заниматься после того, когда увидит наши концерты. Ну, вообще, в планах, конечно, победы на новых фестивалях, конкурсах. Мы много ездим, нам очень интересны поездки по всей России. Вот, кстати, про гастроли. Вот, куда ездить, расскажите. И вообще про гастроли расскажите. Мне кажется, гастрольная деятельность, ну, это, во-первых, неотъемлемая часть любого творческого коллектива. Но это и самое интересное. Ребят, да? Любите на гастроли ездить? А вы были уже? Я нет. Ты еще, ну, у тебя все с таким-то шпагатом, я думаю, ты еще будешь гастролировать и гастролировать. Но расскажите нам. И вы, Мария, и, может быть, ребята поделятся какими-то историями веселыми про гастроли. Есть чего рассказать нам и зрителям нашим? Конечно, есть. Ты же не ездила еще на гастроли. Но история уже есть, да? Я знаю историю. Давай, рассказывай. Я знаю, что ребята старшие ездили в Сочи, и там один раз они заняли в конкурсе и много раз занимали в конкурсе первое место и гран-при. О, здорово. Ну, и теперь ты ждешь поездку в Сочи тоже, да? Тебя это сильно подстегивает, мне кажется, да? Были еще, конечно, города, в которые ездили. Но Сочи больше как-то запомнился, да? Ну, а куда ездить вообще? В этом году мы были в Санкт-Петербурге, летом мы ездили в Туапсе. Сейчас мы планируем... в марте мы были в Сочи, сейчас тоже на лето у нас планы лагерь, Сочи, мастер-классы. То есть у нас такая насыщенная программа. Хотим очень съездить в Казань, хотим съездить в Екатеринбург, ну, в такие большие города, которые проводят тоже различные конкурсы, фестивали. Калининград нам очень интересен. Ну, у нас большие планы на следующий год. Мы в сентябре выходим, и обычно всегда у нас такой план на целый год. Гастрольный график. Да. У нас огромная страна, ездить не переездить. Ну, ребят, может быть, у вас какие-то истории есть про гастроли, нет? Давай, дайте. Ну, вообще очень весело ездить во всякие города, уступать, потому что ты живешь вместе со своими друзьями. И, ну, конечно, скучать ты там точно не будешь, особенно когда тепло, гуляете там постоянно, весело очень. Ну, да, здорово. Ну, я сам в некотором роде артист, поэтому я знаю, что такое гастроль, это действительно очень здорово и весело. Ну, я вам могу от себя лично и от нашего телеканала пожелать только в дальнейшем побед, побед и еще раз побед, интересной творческой жизни, перспектив этой жизни. И гастролей побольше, потому что это здорово и весело. Мне кажется, детям это всегда интересно. Ребят, ну, спасибо, что пришли к нам в гости сегодня. Вот, ждем вас всегда у нас здесь по утрам. Будет желание заходить и чай попьем, кофе. Что-нибудь еще продемонстрируешь нам? Ты сейчас пока вот со шпагатом, да, к нам пришла? Еще можешь? Давай. Что ты можешь еще показать? Давай. Так. А еще раз на шпагатом? Ну, уже на другую ногу. А, на другую ногу. Ну, ага. А, ну, прямую. И прямую, давай. Давай, давай. Нет, ты развернись, чтобы зрители тебя видели. Ой, какая умница. Ну, давай в следующий раз уже с каким-нибудь номером танцевальным приходи. Да, уже подготовься. Ладно, чтобы вот уже такое у тебя было прям соло такое. Хорошо? Сделаете? Сделаем. Сделаете, Сон. Ну, все. Спасибо вам большое. Ждем вас всегда в гости. Ну, и побед вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, что, дорогие мои, мы продолжаем нашу программу. Это телеканал ОТВ, программа про утро. Я надеюсь, что предстоящий день сегодняшний будет у вас таким же позитивным и веселым, как наша передача. Кстати, Поль, вот хотелось бы немножко поговорить о бизнесе. Давай. Мне, например, очень приятно, что сейчас создаются новые меры поддержки как раз для бизнеса. То есть выделяются гранты, какие-то субсидии. Ты вообще в курсе происходящего в нашем регионе? Конечно. В данном аспекте. Конечно, я в курсе происходящего. Я тебе больше скажу. Все эти меры поддержки проходят как на региональном, так и на муниципальном уровне. Ну, а поможет поподробнее разобраться в этом вопросе нам наш эксперт Юлия Чижова, руководитель муниципального офиса «Мой бизнес». Смотрим. Доброе утро. Немного новостей для предпринимателей Одинцовского городского округа. У нас продолжается прием заявок для участия в конкурсе на получение субсидий по модернизации оборудования и лизингу. Немного расскажу про условия. Если вы подаете заявку на компенсацию затрат по модернизации оборудования, для участия в конкурсе вам необходимо знать, что компенсации подлежит не более 50% произведенных затрат и также сумма ограничена 10 миллионами рублей. Относительно лизинга вам необходимо знать, что компенсации подлежит 70% от уплаченного первоначального взноса, то есть аванса, и не более 5 миллионов рублей. Однако, если вы подаете заявку сразу по двум мероприятиям и по модернизации, и по лизингу, то сумма ограничена все теми же 10 миллионами рублей. Но, тем не менее, сумма достаточно приятная. А также эту сумму, когда вы ее получите, вы можете направить абсолютно на любые свои цели, вы ничем не ограничены. Сроки проведения конкурса на субсидию по модернизации лизингу оборудования с 25 апреля по 24 мая 2022 года. Подробности и прямую ссылку на госуслуги вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале «Мой бизнес Одинцова». Давай, пожалуйста, после съемок заедем в магазин. А что у нас случилось? У нас случилось, мне нужна очень срочно новая косметичка. У меня ничего не помещается в старую. Да, ну старую мы тебе покупали совсем недавно. И что? А то, что если мы каждый раз будем тебе покупать новую косметичку, я уже не говорю о содержимом этой косметички, мы разоримся. Так что я рекомендую тебе и нашим телезрителям, а точнее телезрительницам, не в магазин сейчас отправляться, а посмотреть рубрику про творчество, которую подготовил наш эксперт Полина Бахова. Я думаю, всем будет интересно, полезно и выгодно. Да. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире творческая мастерская на ОТВ. С вами Полина Бахова. Сегодня мы будем шить очень нужный и полезный аксессуар для любой женщины – косметичку. Для этого нам потребуется два отреза ткани. Одна ткань должна быть плотная, чтобы держала форму. Другую ткань можно использовать потоньше. Размер лоскутов может быть любой, в зависимости от того, какой вам хочется получить размер косметички. У меня 45 на 30 сантиметров. Это достаточно большая косметичка будет, и это хорошо. Дальше нам потребуется кружево, молния и отделочная тесьма. Складываем нашу ткань друг к другу, лицевой стороной наружу. Дальше нашу тесьму мы прикладываем прямо к краю и закрепляем строчкой. В данном случае тесьма играет не только декоративную роль. Делаем закрепки и пристрачиваем. С одной стороны и точно таким же образом с другой. Готово. Отрезаем ненужные ниточки. Теперь оформляем лицевую сторону нашей косметички. Для этого делаем небольшие вот такие загибы. Примерно по 5 сантиметров. Так, вот ровно 5 сантиметров. И тесьма у нас прячет кромку. Мы ее делаем вовнутрь. Тесьму отворачиваем и прокладываем строчку. Таким образом у нас край получается аккуратный и обработанный. Делаем закрепки. Можно приколоть, можно отпарить утюгом. Мы отмеряем по 5 сантиметров. Проверяем ширину. И прокладываем отделочную строчку. Точно так же оформляем другой край. Отмеряем 5 сантиметров. Отгибаем кружево на другую сторону. И прячем кромочную. Прокладываем отделочную строчку. Мы обработали два края. И теперь нам нужно пристрочить молнию. Для этого мы прикладываем молнию сначала с одной стороны. Я советую поменять обязательно лапку на машинке. Потому что пристрочить молнию можно только односторонней лапкой. Меняем лапку. Теперь мы пристрачиваем молнию. Накладываем нашу косметичку прямо сверху. Делаем закрепки. Просто шов будет отступать немного дальше. Пристрачиваем нашу молнию. С одной стороны пристрочили. Теперь нужно аккуратно совместить ее с другой стороной. Для этого мы прикладываем, чтобы края совпадали. И молния застегивалась ровно. И закалываем булавочками. Совместили оба края. Прикололи булавочками. Теперь молнию можно расстегнуть, чтобы было удобно проложить строчку. И пристрачиваем. Убираем иголки. Делаем закрепку. Проверяем, как у нас застегивается, работает наша молния на косметичке. Все идеально. Теперь выворачиваем на изнаночную сторону. Молнию немного оставляем открытой, чтобы мы потом могли вывернуть через отверстие наше изделие. И закрываем два оставшихся края. И мы прострачиваем прямо вместе с молнией, аккуратно делая закрепки на самих зубчиках. И сейчас ненужные остаточки молнии мы отрежем. С одной и точно так же с другой стороны. Делаем еще раз закрепку на зубчиках. И прокладываем строчку. Пока выворачивать нашу косметичку рано, потому что нам нужно закончить ее уголочки. Для этого мы ее расправляем с каждой стороны с помощью. И прокладываем строчку, отделяя уголочек. И у нас должно получиться четыре таких уголка с каждой стороны. Именно это придаст нашей косметичке объем. Убираем ненужные нитки. Уголочки можно срезать, обработав их либо на оверлоке, либо косой бейкой, либо специальными ножницами, чтобы края были аккуратными. И тогда можно смотреть, что получилось. Выворачиваем через молнию, выправляем уголочки. И наша косметичка готова к использованию. Наша косметичка готова, осталось только наполнить ее нужной и красивой косметикой. Точно так же ее можно использовать и как пенал. Удивительное рядом. Начинайте утро вместе с нами, и вы узнаете много интересного. Хорошего и позитивного дня вам, дорогие мои. И увидимся завтра ровно в 8 утра. На телеканале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok